Уже завтра, 8 июня, здесь, возле арены Ерофеи, на ее парковке состоится самое масштабное дрифт события этого года. Серия РДС Восток. Здесь развернутся одиночные заезды, парные заезды, абсолютно лучшие гонщики придут сюда и вот здесь, на этой площадке, будут соревноваться друг с другом. Это событие для всей семьи, для большой компании друзей. Кстати говоря, напоминаю, что дети до 5 лет допускаются сюда бесплатно. И плюс ко всему, вам будет чем заняться. Вот здесь, пожалуйста, будет расположена трибуна, они уже почти все установлены. Здесь будут зрители, на той стороне будет площадка с фудкортом, будет большое количество мероприятий, соревнования по автотюнингу, по автозвуку. В общем, скучно точно не будет. Напомню еще раз, только три города в этом году принимают соревнования РДС Восток. Это Хабаровск, Благовещенск и Владивосток. И все тонкости и нюансы мы сможем узнать сейчас у одного из организаторов РДС Восток, Дмитрий Семенюк. Я вас приветствую. Приветствую, да. Дмитрий, ну, конечно же, интересно, все ли готово сейчас к тому, чтобы уже провести в Хабаровске серию РДС Восток? Ничего не готово. Ну, зато честно, ну, хотя бы, ну, все по плану? Все, ну, по плану никогда в Хабаровске не бывает, к сожалению, но все будет готово вовремя. А все ли уже пилоты прилетели в Хабаровск, приехали? Нет, еще кто-то в пути. А вот что касается машин-участников, мне всегда это было интересно, они стоят на свои автомобили и уже разгоняют их по пути в Хабаровск, или как-то они их разбирают, загружают в поезд, в самолет и доставляют в Хабаровск? Не, ну, есть же для этого автовозы. Все машины передвигаются строго на автовозах. На самом деле, даже по городу на этих машинах, ну, как бы, дороговато ездить. Запчасти дорого. Это, ну, то есть машины сами по себе стоимостью в несколько миллионов рублей, а то и десятков миллионов, поэтому всегда эвакуатор, либо автовозы, ну, в данном случае автовозы. Автовозы, хорошо. И, кстати говоря, здесь на РДС Восток соревнования по традиции будут как одиночные, так и парные. И вот здесь, вот, например, я новичок, я ни разу не был на РДС Восток, я смогу прийти и первый раз вот сразу же погрузиться в то, что происходит, и вообще понять, за что, например, одного участника награждают, а другой, наоборот, проигрывает. Ну, понять, наверное, с первого раза будет сложно, но мы максимально объясняем всю задачу, почему выиграл тот или иной участник. Но, в целом, тут не надо вникать, тут надо просто смотреть на зрелище, и все. В дрифте принято, судьи выставляют задачу пилотам, и они выполняют эту задачу. Все, и, соответственно, насколько они выполняют эту задачу, получают баллы. Это что касается одиночных заездов. А парные заезды, это когда первый выполняет задачи, поставленные в цене, а второй должен ехать максимально близко к участнику, который идет первым. Потом они меняются местами. Вот на этом мы посмотрим, еще раз напомню, 8 июня. Так, ну и плюс ко всему мы понимаем, что расстояние небольшое, по факту, вот, пожалуйста, сейчас можно показать даже. Вот здесь проходят соревнования, здесь участники соревнуются и катаются, дрифтят непосредственно перед зрителями. Теперь покажем трибуну зрительскую, она находится в непосредственной близости от площадки с заездами. Вопрос логичный у меня. Безопасно ли? Однозначно безопасно, но она как бы не близко находится. Расстояние более чем приемлемое. Плюс у нас бетонные ограждения, которые весят не кислые, они машину остановят. Плюс еще завтра утром уже приедут поролоновые блоки, которые существенно гасят скорость автомобиля. В общем, переживать не за что, все будет идеально. Однозначно, нет. У нас приоритет нашей серии – это безопасность. Ну и от вас пожелания тем зрителям, которые, может быть, еще до сих пор не решились и не купили билет? Что тут решаться? Нужно бросать все свои дела, бежать за билетами, пока они еще есть. И вообще-то я даже не знаю, может, их уже и нет. Но бежать в любом случае стоит, если вы даже не попадете на сидящее место, есть стоячие места. Даже если кто-то не сможет все-таки попасть на наши мероприятия, у нас весь день будет работать дрифт-такси. Вы, по крайней мере, сможете на нем прокатиться. В нем, точнее. Вот здесь я себе галочку поставил, а точно нужно будет вместе с ребенком прокатиться. Это будет парное дрифт-такси, то есть два дрифтовых автомобиля, специально подготовленные по дрифт-такси. Вмещает себя три пассажира, ну, из каждой. И это полноценный парный заезд. Ну, единственное только отличие, наверное, от боевых гоночек, это то, что разгон будет меньше, и все. Но, тем не менее, будет ощущаться вся скорость и мощь. Да, ну, сразу ощутите, насколько близко едут соперники друг к другу. И, ну, все удовольствие от дрифта, в принципе. Я однажды катался в таком дрифт-такси, хочу сразу сказать, что, друзья мои, это невероятно. На всю жизнь запомнилось, седых волос не прибавилось, а ощущения на всю жизнь остались. Дмитрий, я скажу, что это единственное в России парное дрифт-такси. То есть везде, в наших сериях региональных, там, в Сибири, на Западе, они одиночные. А у нас парное. Такого нет нигде. Ну, и, в принципе, РДС-Восток самый лучший. Где? Однозначно. В Хабаровске, конечно, на Востоке. Дмитрий, вам желаю удачи, спасибо огромное. Все, до встречи 8 июня. Обязательно приходите, мы вас ждем.